привет соскучились как мы давно не виделись а я да как соскучился очень скучал вот видите да теперь все меняется к сожалению или к счастью но все меняется да постоянно что-то обновляется где-то кто-то сдох кто-то родился вообще я боюсь людей вообще очень боюсь вот взять примеру общественное место частное место это же рассадник это скопление болезни рассадник раз ну и рассадник тоже рассадник всякой дряни но также и главный главное место источник социофобии многим эта тема знакома те кто очень некомфортно себя чувствует а приходится испытывать это например в общественном транспорте вы же все понимаете как это происходит я неспроста рассказываю эту фигню вот я ехал в метро например да представьте себе представьте себя в этой ситуации вот вы едете в метро народа немного есть свободные места в принципе вы сидите комфортно раздвинули ноги как обычно напротив сидит девочка такая маленькая аккуратная девочка очень миленькая красивенькая с такими выразительными милыми глазами но очень поникшие да ведь мы ей дискомфортно рядом сидит ее мама тоже ничего такая мамаша и тут и тут она еле громко и слегка тихо как интересно сказал правда запомните эту афоризму и тут она слегка как я уже сказал говорит маме так вот она посмотрела на нее так прям как щенок который срет знаете вот так вот мама а папа мне сегодня опять будет свою штучку в попу совать ебать блять говяжья вырезка 199 60 охуеть так о чем это я ах да и я вот так сижу думаю блять только бы не встал ну я не об этом выражение ее матери тоже стоит того она вот так посмотрела ну так быстренько на меня растут говорит ему тихо тихо я как бы вроде не слышал вроде слышу только представьте себя в этой ситуации тут зависит конечно того что вы за человек если вы например завсегдата хикан анимешник дрочер который и вам трудно находиться в этой ситуации потому что живых людей вы в основном не видели вы видели в основном анимешниц нарисованных которые никогда и ни в чем вам не откажет и не будут противиться а это живые люди и они блять разговаривают с вами сука и постоянно требует какого-то внимания вы должны обязательно безукоризненно реагировать на то что происходит вокруг там например парень с девушкой ругается надо вмешаться или еще что-то вот ну подобное да такие вот такие вещи и человеку жившему живущему интернетом это очень тяжело и тяжело это принять потому что он привык видеть на вот эти изображения по ту сторону экрана и если бы он встретил подобную ситуацию в интернете он бы кинул на нее мемас а здесь это не прокатит другой стороны вы будете правы когда скажете что вообще меня не касается хочу а это же не мое дело откуда я знаю что они там думают но на самом деле у вас в голове будет только одна мысль блять какого хера я не надел наушники и конечно же вам нужно проявить благородство поинтересоваться а я не ослышался у вас все в порядке чтобы вы были чтобы ваша душевная карма повысилась и вы стали добрее к миру а мир к вам или просто есть вероятность что снимают социальный эксперимент и чтобы вы не выставились там мразью нужно подойти понимаете потом вы увидите как ваше лицо замазаны в каком-нибудь пранке в интернете это вообще не вариант ну или даже окажется что вы неправильно что-то поняли если подойдете то вы будете реально выглядеть как идиот какой-то извращенец глухи если скажут если вдруг тебе скажут реально чего вы лезете то вообще-то снимаю жизнь бля да что-то в этом роде да ну а вдруг просто там ну ну я что-то недопонял ну девочки может не знаю клизму того точно клизму делают просто и все но в моей ситуации все было отлично все было замечательно народу рядом никого не было никто ничего не услышал поэтому я просто выдохнул попросил за свою приемную дочь больше не высказываться такими словами в общественном транспорте в общественном транспорте в общественном транспорте